Прямо с утра строим грандиозные планы. Парк 400-летия Красноярска предложено сделать местом воспоминаний. Как будет выглядеть парк и что планируется сделать на его территории, узнаем у нашего утреннего гостя, который знает об этом всё. Итак, Иван Браман, наш утренний гость. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Иван, вот вы принесли с собой эскизы будущего парка. Хотелось бы, чтобы вы нам рассказали, как планируется инфраструктура этого парка. Вы знаете, на сегодняшний момент данная территория уже освоена. Есть уже основы этого парка. Большая современная детская площадка, элементы архитектурного, ландшафтного дизайна. В общем, пока первая стадия, нулевая, нулевой цикл, уже всё заложено. В этом году мы уже, кстати, весной высадили, успели высадить 300 деревьев в этом парке. То есть парк уже динамично начинает развиваться. Но нам же всегда хочется сделать что-то интересное, чтобы наш город был там, не только там какими-то, но и вот парками, допустим, какими-то интересными формами отличался. И была... Изюминка какая-то. Изюминка была, да. Ну и хочется сделать такой парк, которым мы гордились не только в Красноярске, но и во всей России. Ну, замахнуться так уже на самое большое, самое интересное. Был такой сделан мозговой штурм современности, с управлением молодёжной политики, архитектурно-творческим бюро. Но собрались дизайнеры, молодёжь, придумали концепцию вот этого замечательного парка. Я считаю, что... Ну, вообще это как... Современный парк с исторической основой. Попадая в этот парк, мы можем столкнуться и вспомнить все те замечательные, чудесные события, которые происходили на протяжении веков в городе Красноярске. И поэтому он называется «Место воспоминаний». Да. Почему возникла идея сделать именно такое название? Ну, потому что, знаете, у нас же всё время забывается всё, что вот вырастает нам новое поколение, молодёжь, они уже там слабо помнят. И когда вопросы стояли, вот сейчас не так давно у нас был праздник Великой Победы, уже начинают путаться где-то, уже начинают. А что дальше было, вообще уже забывают. Поэтому нам бы хотелось бы обратить внимание современных людей, будущей молодёжи, кто вырастет, рассказать о тех моментах, о тех людях, которые были в парке. У нас здесь звучат фамилии и Гаденко, и Чмыхала, и у нас есть здесь и Берингов пролив, и Парижский переулок. То есть много таких моментов, причём это такая находка, вот слово о Парижском переулке. Это речь идёт вообще о нашем железнодорожном мосту, который у нас в своё время в Париже занял Гран-при, и был так же известен, как и Эльфелева башня. Вот, но там тоже, у меня тут много разных картинок, не знаю, насколько их возможно показать. Вот, кстати, о Парижском переулке, да. Вот там чудесная находка. Это верёвочная игра, которая будет сверху, видно, выставлять колочки, натягивать верёвки, и сверху она будет напоминать конструкцию моста. У нас есть такая аллея, обратили внимание, что на перекрёстке аллей постоянно дует ветер. Мы назвали «Аллея без сна». Это посвящено тоже нашему великому писателю Анатолию Чмыхало, который говорил, что вот ночь, тишина, ему удобно писать. А в связи с тем, что там постоянно дует ветер, придумали такую конструкцию, что в прохождении через трубу постоянно такой медитативный звук интересный звучит. Шикарно. Да, тут такой же, опять же, Чмыхаловские россыпи, переулок. Это такие мешки, вылитые из такой некой формы, может быть, бетона. Люди в разных формах читают, сидя, лёжа, полусидя, ногу под себя. Вот выливаем, и вот такая, получается, группа таких мешков, где люди могут в различных удобных форм посидеть, пообщаться, поговорить. А вот интересная 14-я линия, так называемая. Это вообще город Красноярск стал 14-м городом-миллионником. 14 кубов деревянных, экологическая тема, на полозьях, которые находятся. И эти кубы передвигаются. Ты можешь прийти вдвоём, можешь прийти один, компания, и по количеству людей эти кубики сдвигаются. А, прям сдвинуть? Сдвинуть можно там троём, четырём. А может, ты не захотел один, отодвинул кубик себе один. А вы не боитесь, что эти кубики... А они, мы, приди продышим, мы же продумываем. Мы же знаем, как это удобно. А это дань прошлому, дань нашему старому железнодорожному вокзалу. Интереснейшая конструкция сочетания дерева и зеркала. Делает его воздушным, ну просто фантастические такие вещи, которые мы придумали. Думаю, действительно, им будут гордиться не только горожане, но и вся страна, и гости. Потому что центральная левая, назвали его бульвар «Возможная встреча», где тоже будут интересные конструкции. Очень красивые названия, они все романтические. Да, 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 да. У нас есть переулок Авось. Да. У нас чудесные там на площади, в этом парке есть ещё замечательный пруд, который сейчас уже существует. Мы подумали, что это тоже место такое замечательное, где среди городской суеты могут люди прийти, посидеть, сделать ступенчатый вход, чтобы работал водопад. Ну, плавала, конечно, золотая рыбка, которая исполняла бы все желания горожан. Ну, это тоже нормально, мне кажется. Это наоборот. Это нам не хватало просто. Ну, и центральная площадь, конечно, она посвящена, тем более, что это парк молодёжный. Огромное количество. Я был просто удивлён, приятно удивлён к такому количеству детей, мам с колясками. Утром был рано, видел, что люди бегают. Парк живёт, парк замечательный. А какая территория парка? Большой ли он по площади? Сейчас поставили меня в тупик. Точную цифру немаленький. Парк достаточно большой. Ну, вот дань предстоящему мероприятию. Универсиады 2019, центральная площадь. Она у нас площадь универсиады. Там интересная входная группа, интересные арт-объекты. В общем, вот такая... Вот только. У меня сразу вопрос. А когда вот будет, может, так сказать, всё, что вы рассказали, когда это будет полностью готово? И мы сможем наслаждаться этим парком? Да. Ха. Ну, будем так говорить, открытие нового парка. Вот в эту субботу состоялась презентация данного проекта главе города Красноярска. Мы получили одобрение. Это были ряд ещё других специалистов, которые посмотрели. Но, опять же, мы же понимаем, что не мы хозяева, не мы, а всё-таки горожане. Мы для жителей той же взлётки делаем, для жителей города. Решили сейчас, в ближайшее время, я думаю, в пятницу, мы уже установим небольшие брендволы, на которых будут распечатаны виды парка. Дадим обратную связь и хотим послушать мнение горожан. Насколько вот то, что мы придумали, им будет нравиться, интересно. Да, и они одобрят. Вот после того, как мы получим, обработаем, начнём уже работу. Но, конечно же, сейчас уже по некоторым объектам, по некоторым малым форумам работа началась, уже проходит молодёжный конкурс «Искра», который тоже посвящён будет реализации данных проектов. В общем, уже процесс потихоньку запущен. Конечную точку я бы, конечно, хотел бы сказать в следующем году. Но понимая, насколько это большой и колоссальный проект, но просто после реализации это будет фантастика, в моём понимании. Ну, я думаю, обязательно мы к универсиаде всё это построим, и всё будет хорошо. А кроме этого, планируется ли в парке проводить какие-то путейные мероприятия? Да, конечно. Парк же уже, я рассказал, живёт. Уже в прошлом году там даже уже проходили мероприятия. Конечно, день защиты детей, 1 июня, и он планируется к 9 мая. Тут есть некоторые сложности. Хотели провести большое мероприятие, там, День молодёжи, но рядом же жилые дома, и мы опять понимаем, чтобы не вступить в конфликт с горожанами, да, мы плавно перетекаем на территорию Татышев-парка с большими мероприятиями. А данную территорию вот мы под такие... Кроме вот всех этих вещей, я отмечал, что у нас есть там будет площадь Годенка, это такой танцевальный большой, такая сценическая площадка, на которой мы хотели бы проводить и мастер-классы по различным танцевальным направлениям, в том числе и йога, пилатес, и различные фитнес-направления, потому что понимаю, что это востребовано. Мероприятия проходили, проходят, и, уверен, будут проходить ещё с большим количеством интересов, разнообразием. Ну да, я считаю, что это очень хорошая идея, когда ты можешь на свежем воздухе заниматься спортом или танцами. Это уникнет... К тому можно сказать, что мы идём вперёд, да, и не стоим на месте, и это даёт... Да, конечно, короткое лето, и надо пользоваться каждым денёчком, каждым мгновением солнца, да, чтобы выйти из помещения и на улицу, и на природе, и показать себя же. Да. И дать пример другим горожанам, делай, как я. Идея просто грандиозная, я надеюсь, мы очень скоро сможем там погулять и насладиться всеми этими местами красивыми, и особенно прудом золотой рыбкой. Да, 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 золотой рыбкой, это обязательно. Спасибо вам большое, напомню, Иван Браман был сегодня у нас в гостях, рассказал нам о парке воспоминаний.